Почему Блендер бесплатный? Откуда у создателей деньги на обновление софта? Как бесплатная программа может стать стандартом индустрии в 21 веке? А не как? Или все-таки может? И почему Блендер носит название кухонного прибора? На все эти вопросы я отвечу в этом видео. Так в чем таится секрет названия Блендер? Ответ очень прост. Было ли у вас такое, что вы монтируете шоурил, чтобы показать работы, которую вы делали на протяжении последних лет? И тут наступает самая сложная часть. Выбор музыки. Вы листаете свои плейлисты и натыкаетесь на композицию, которая прямо запала вам в душу. Было. Такое было и у создателей Блендера. Когда они выбирали музыку для своего шоурила, они наткнулись на композицию Блендер от группы Yellow. Видимо, их так зацепила эта музыка, что они решили оставить ее для своего программного обеспечения. Вот, кстати, кассета, на которой был записан шоурил анимационной студии Neo Geo. Эту кассету запостил создатель Блендера Тон в своем твиттере, в котором он и рассказал, как было придумано звание для Блендера. Но что если не Блендер? Когда я начинал изучать 3D, я думал, какую программу выбрать. На тот момент было несколько программ. Вот они слева направо. Чонгук, Чингек, Чингак, Тенге, Тунгик, Чингирык, Чик-Чик. Но была одна загвоздка. Все видео про Блендера на тот момент говорили, что он не стандарт индустрии. И на то была причина. Блендер в то время разрабатывался не так долго и не мог тягаться с такими мастодонтами индустрии, как Зибраш, Майя или Худини. Да, в Блендер можно было скульптить, но это был хуже скульпт, чем в том же Зибраше. В Блендер можно было делать и ретопы, и анимацию, но все же Майя справлялась с этим лучше. И так получалось во всем. Просто Блендер уступал в каждом аспекте. Все студии на то время использовали стандарты индустрии десятилетиями. И переобучение сотрудников или нанятия новой рабочей силы стоило бы им немало. Но что изменилось? Хоть Блендеры не использовали большие студии, но все чаще начинали его использовать люди, которые только начали свой путь в CGI. Такие люди, как Айн Хьюберт, Вильям, делали что-то невообразимое в Блендере. И большим фактором в изучении чего-то нового является цена. На сегодняшний день подписка на Майю стоит около 200 долларов против бесплатного Блендера. Не знаю. Как по мне, выбор очевиден. В том числе Блендер не стоит на месте. И из-за большого числа пользователей он обрастает новыми курсами, уроками и видеоматериалами, что упрощает переход на него с других софтов. Поэтому все чаще студии выбирают Блендер в качестве основного софта. Например, еще в 2018 году вышел модфин NextGen от Netflix, сделанный почти полностью в Блендере. Блендер уже сегодня не уступает другим программам по качеству. К примеру, если вы работаете на создание сцен в Блендер, и вам требуется генератор неоновых вывесок, вы можете найти его, перейдя по ссылке в описании. Он поможет вам создать неоновые вывески в один клик и настраивать их под свои нужды. Но возникает вопрос. Откуда у Блендер Фаундейшн деньги на постоянное развитие софта, на зарплаты сотрудникам, на конференции, и как ему удается оставаться бесплатной программой? Все дело в том, что когда сообщество выкупило его в воскресенье 13 октября 2002 года, сделав его код открытым по лицензии GPL, тогда Блендер и лишил себя заработка, так как не может продавать софт, как это делают другие компании. По сути, 80% дохода компаний на 2022 год составляли фонды, такие как индивидуальные донаты, когда люди на сайте Фонд развития Блендер могут оформить ежемесячные пожертвования на нужды компании. Также существует корпоративное членство, это когда большие компании финансируют в Блендер, и тогда они получают возможность более внимательно следить за тем, что будет финансироваться за счет пожертвований. Большую часть дохода Блендер составляет сайт Блендер Маркет, на него пришлось 7% от общей суммы пожертвований в 2022 году, что составило 155 тысяч евро. Еще Блендер получает гранты на развитие софта, такие как Epic Mega Grant. Блендер Фоундейшн – это полностью некоммерческая организация, целью которой является предоставление и развитие нашему любимому софту Блендер. Деньги она получает от пожертвований комьюнити и больших организаций. В 2022 году Блендер Фоундейшн получила 2 миллиона 170 тысяч евро, со всех пожертвований. Из-за бесплатного софта комьюнити Блендера выросла на 18,5 миллионов в 2022 году. Все это позволило, на мой взгляд, стать стандартом индустрии. И уже сейчас, в 2024 году, я замечаю, что почти в каждой вакаде, связанной с 3D, появилась приписка «Знание Блендера». А если вы еще не умеете пользоваться Блендером, и вам нужен хороший туториал, то советую посмотреть мое прошлое видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!